Чуть более трех месяцев шел ремонт в здании, где ранее располагались производственные классы и помещения Солигорского государственного колледжа. Здание значительно преобразилось, как преобразилась и территория учреждения. Теперь это настоящий мультимодульный центр. Кроме самой художественной школы, здесь расположился филиал библиотеки, районный центр ремесел, культурно-досуговый центр и сувенирная лавка. На торжественном открытии школы педагогов и ребят ждали приятные сюрпризы. Сертификаты на дальнейшее укрепление материально-технической базы были вручены от Минского облсполкома и Солигорского райисполкома. А затем у ребят начались занятия. Впечатления только положительные, потому что понимая, с чего начинали и видя, какой объект получился, получаешь неисказанное удовольствие. Хочется поблагодарить и руководство области, которое увидело в этом здании большой потенциал. И, собственно говоря, приняв необходимые управленческие решения, сегодня Солигорщина приобрела такую жемчужину детского творчества. Для гостей же провели экскурсию, во время которой они увидели, как преобразились помещения. Светлые и комфортные классы, художественная галерея, стильная библиотека – все наполнено современным оборудованием и способствует развитию творчества детей. Сегодня презентовали уже в полном ее совершенстве, когда мы уже видели образовательный процесс. И очень отрадно, что в одном году мы открываем и образовательную школу, и дополнительное образование, в которой есть отображение, наверное, заботы государства вне зависимости от любого направления. И суммы, которые сегодня потрачены, они впечатляют, конечно же, для того, чтобы чувствовали, в первую очередь, комфортно себя те, которые здесь преподают и учатся. Я думаю, что то золото красок, которое дети будут творить с учителями, с педагогами, они отобразят, наверное, те слова благодарности и новыми этюдами, и новой живописью, представляя новые и новые свои экспозиции. Поэтому за короткожатый срок, многие, кто здесь сегодня это почувствовал, буквально за три месяца пришлось все это выполнить. И, конечно, слова благодарности нашим строителям, которые это делали, краткие сроки. С нетерпением ждали окончания ремонта педагоги и учащиеся школы. Ведь это позволило не только принять в ряды учащихся больше детей, но и открыть новые направления для обучения. Кабинетов у нас добавилось четыре по сравнению с прежним зданием. Для занятий такие профильные появились кабинеты, как компьютерная графика, отдельно кабинет керамики. Самое важное, что кабинеты стали большие, просторные, светлые, потому что там нам все-таки было тесно, нам не хватало места для того, чтобы работать с нашим оборудованием, потому что все-таки мольберт, стулья, подставочки, подкраски, все это занимает место, пространство. И вода во всех кабинетах, все замечательно, условия просто прекрасные, шикарные. И в этом году школа открыла отделение цифровое, вот так как у нас изобразительное отделение, все время было 45 лет школы, 47-й год у нас. И в этом году, первый год, мы набрали ребят, это 12 человек, одна группа, на цифровое отделение компьютерной графики. Стоит отметить, что сегодня в рядах школы проходит обучение порядка 500 детей разного возраста на бюджетной и платной основе. Обучение ведут 16 педагогов, 14 из которых сами выпускники этой школы. И это также говорит о многом. К слову, новые возможности для творчества и развития получили и районный центр «Ремесел», а также культурно-досуговый центр Солигорского района. Нам позволяет вот этот метад.